здравствуйте с вами снова сад вероника на канале вероника поливкина разговор сегодня пойдет о замечательных растениях гехерах гехеры так любят садоводы из-за их красивых листьев они просто поражают своим разнообразием цветов зеленые розовые кремовые красные пурпурные коричневые серые и серебристые оттенки в различных комбинациях красота кроме того они сохраняют свою изысканную декоративность с ранней весны и до заморозков красивые листья уходят под снег зелеными и сохраняются в таком виде до весны а еще у нее есть цветочки они располагаются на длинных цветоносах высотой от 40 до 60 сантиметров а у некоторых сортов и до метра ажурное соцветие метелка состоит из множества крохотных колокольчиков они очень милые кроме того вредителями и болезнями гехеры почти не поражаются а это здорово при выращивании гехеры очень важно правильно выбрать место большинство видов предпочитают полузатененные участки на которых солнце бывает только в утренние часы гехера неприхотлива и растет практически на любых садовых участках однако предпочитает легкие дренированные и влагопроницаемые почвы если же на участке застаивается вода то в таком месте гехеру высаживать не следует иначе корни ее будут загнивать в конце фильма на практической работе мы научимся размножать ухаживать за ней летом и готовить к зиме осенью а пока немного теории для успешного выращивания гехеры в вашем саду нужно усвоить несколько правил это растение не стоит часто подкармливать особенно минеральными удобрениями достаточно одного раза в сезон при условии что концентрация будет два раза меньше чем положено но это скорее еще один плюс ведь мы не любим удобрять растение или просто на это нам не хватает время не следует заливать растение водой чтобы не допускать загнивание корней глубокий дренаж легкая почва и рассеянная тень вот и все требования гехеры а вот окучивать ее придется каждый год так как основание разрастается выше уровня почвы и омолаживать растение придется каждые 3-5 лет иначе куст начнет распадаться на зиму листья гехеры не срезают ни в коем случае иначе растение может погибнуть засовшие листья и соцветия лучше удалить весной если вы готовы все это выполнить то самое время познакомиться подробнее с наиболее популярными сортами гехера сорта паласу пурпол имеет довольно крупные глянцевые листья с темно-бордово-коричневой окраской высота цветоноса у этого сорта 40 45 сантиметров а мелкие цветочки кремового цвета распускаются в июле и цветут до августа гехера сорта мармелад отличается желто-оранжевой окраской листьев снизу листовые пластины пурпурные мелкие зеленоватые цветки располагаются на цветоносах всего 25-30 сантиметров цветет растение с июня до июля то есть в середине лета гехера сорта регина удивляет своей светло-серой окраской с голубовато-лавандовым оттенком листовая пластина этого сорта имеет темное желкование розовые цветы расположены на высоких цветоносах до 60 сантиметров начинается цветение уже в мае и продолжается до июля у гехеры с экзотическим названием аметист мист коралл бёс темно-фиолетовая глянцевая листва рассеченная серебряной паутинкой обычно высота растений не превышает высоты 20-25 сантиметров сорт лайм реки имеет очень яркие зелено-желтые не очень крупные листья и кремово-белые кружевные цветы ее цветение продолжается несколько недель в первой половине лета цветоносы у этого сорта могут достигать высоту от 60 сантиметров а вот это яркий сорт пич флэмп имеет желтовато-красную листву и в целом куст похож на пламя хорош не правда ли но кроме гехер в своем саду можно посадить и тылиму которая по условиям выращивания очень схожа с гехерами например тылима кудрявая пурпур тэпик это красивый кустик с свистончатыми листиками над которыми возвышаются цветоносы усыпанные довольно крупными колокольчиками которые со временем меняют цвет от зеленых до почти желтых с малиновыми кончиками вид у нее при этом просто восхитительный ну а сейчас обещанная практическая работа выходим в сад ранней весной нужно почистить кустик от засохших листьев и внимательно осмотреть основание вот здесь мы видим взрослый куст у которого пока нет проблем и земли его не выперло и немного подокучив землю его можно больше не трогать а здесь совсем другая история кусту выперло зимой земли старые степли вытянулись и выглядит неопрятными вряд ли такая гехера с листиками только на макушке послужит украшением сада реанимация не поможет будем решать вопрос кардинально выкапываем куст полностью делим на отдельные веточки отделяя их от корня вот наши будущие растения старый корень если на нем еще есть почки можно посадить но я обычно выбрасываю молодых побегов бывает и так вполне достаточно готовим землю в полутени вы видите солнце но это весна и солнце почти сейчас везде летом когда зазеленеют деревья здесь не будет так солнечно посадить черенки проще простого втыкаем в рыхлую землю и все осталось только полить советую при первом поливе добавить воду фистоспорин чтобы исключить погонивание молодых саженцев никакими корнеобразователями я никогда не пользуюсь гехера очень хорошо приживается без них через два-три дня после посадки она уже повеселела а через месяц мы ее уже не узнаем она укоренилась и набрала небольшую розетку все летом и ничего кроме полива по необходимости и содержание в чистоте от сорняков не делаем после цветения можно удалить цветоносы если земля была перед посадкой хорошо заправлена то подкормки не нужны а старые кусты один раз за лето можно подкормить комплексным удобрением лето закончилось и осенью нужно подготовить молодые растения к первой зиме кроме своих размноженных у нас могут быть посажены и новые сорта как какой сорт зимует откуда мы знаем сделаем несколько нехитрых приемов и будем спать спокойно как старые так и новые кустики окучиваем особенно если стебельки вытянулись до нижних листиков можно немного утеплить вокруг мхом или стружками и вишенка на торте посыпаем сверху обычными листьями гехера не такая уж неженка но бывают суровые зимы и некоторые сорта могут пострадать вот и все премудрости ничего сложного посадите эти малоприхотливые растения в своем саду и любуйтесь ими с ранней весны до осени всего вам доброго с вами был канал вероника поливкина до встречи